всем здравствуйте с вами Иван и Дмитрий в пух и прах очередной разбор нашей игры после игры с Нижневартовска да мы добрались до этого прекрасного города Нового Уренгоя где скоро сыграем кубок да мы сразу прилетели сюда из Нижневартовска где одержали уверенно победу над местной командой самотлор а стоит отметить что дома они у себя бывает цепляются прилично грубо говоря команды звезд с неба не хватает но нервы треплет всем вспомнил двухнедельный матч Новосибирск который его ноги от них унес поэтому перед началом игры определенные опасения были насчет этой игры но но все сложилось удачно да первое что и Нижневартовска вообще не показал никакой качественной игры скажем так но больше всего порадовало что наши парни по деловитому вышли и не стали затягивать все быстренько сделали качественно сыграли и одержали уверенную победу мы отмечали парням что это команда типично хозяйской и в первой партии не набросится очень важно было погасить их запал потому что там молодые ребята какие-то да у них есть энергии эмоции запал сразу их погасить осадить и дальше пойдет проще что в принципе парни выполнили да если смотреть общие цифры что можно сказать прекрасные идеальные цифры которых я в этом году еще у нас не видел общекомандные 72 процента приема общая команда атака 60 ну это просто юрий цепков с моим там 100 процентов да 100 идеального 100 позиции ну 2 ладно они они утонут они утонут 10 ошибок в принятой подачи мы знаем что мы можем чуть чуть меньше да ну окей ладно но в целом да конечно общие командные цифры прекрасные да если 8 блоков 8 блоков смягчение много было наши ошибки 6 5 5 да ну окей после позитивного приема количество нападений примерно на когда видишь 31 32 количество процент приблизительно одинаково 65 на 62 то есть позитива играли бы команды примерно равны да прием на 3 метра на трехметровую линию они нас немножко перебили на 10 процентов да окей но разница сказалась в атаке с негативного приема во первых наша подача их 17 раз отодвигала от сетки то есть прием на минус 17 раз у нас всего один понимали хорошо вопросов нет это это сказалось на съеме это сказалось они себя страстно подались минусы и забили только 27 процентов с эффективностью минус 7 то есть мы почернее не пауто побили вот это сказалось на съеме расходим а если посмотреть вот по этим например так а первым темпом так а по этом быстрый мяч смотрите атака первым темпом у нас 22 раза блин классная цифра 22 раза это достаточно много снова как игре с кузбассом роман порожен ловил эту взаимосвязь с центральными до гоша заболотников очередной раз на елся по количеству ну то есть имеется в хорошем состоянии сюда ищем свою игру да немножко забегу вперед чем мы можем удивить казани у диска а как мы можем выиграть до показав свою игру и вот она потихонечку вырисовывается 22 раза перу темп но они забили темпом лучше немножко до меньше по количеству забили лучше пайп 12 раз пайп рекорд сезона а 12 раз роман порожен сыграл пайп 5 брау раман почувствовал своих нападающих мы указали на разборе когда и все как надо это делать он делал к роману претензий нет велую игру прекрасно мы сыграли много перу темпа мы сыграли много пайпа забили чуть меньше чем соперник что не удивительно при таких для 3 ultimately соперник забил перу зерва пока лучше но сделалась разницу где разница была сделана на быстром мяче быстрый мяч края двадцать три раза мы нападали быстрый мяч в края, ну, ввиду приема, там, лодки, да, мы молодцы, принимали, давали шанс Роману. Роман рассказал так, что 75% мы забили на быстром мячае, у них не было шанса ни на блоке, ни на защите. Ну, то есть ты опять согласен, что у Романа MVP этого матча? Тотально по игре сделала, сделала ситуация с негативным приемом и ситуация на быстром мячае. Это если брать по команде, по атаке команды. Немножко по пайпам, да? Первая партия, 12-5, доигровочный пайп, то есть есть идеальная доводка Сергея Черюкова, причем, что он сам успевает, дает реальную угрозу, висит в воздухе, да? На него реагирует. Руслан бьет пайп уже в момент касания мяча. Нету ни одной руки над сеткой, ну, там, может быть, три пальчика у Рохина над сеткой. Голая сетка, и он бьет в аут. Ты как игрок, оцени, пожалуйста, ситуацию. Роман нормально дал передачу? К Роману вообще... Нету претензий. Блин, ну, Руслан, ну давай, пожалуйста. Я бы руки искал. Когда, как не сейчас? Три пальчика? Тоже надо уметь найти жига по пальцам. Когда, как не сейчас, надо было забить этот пайп. Когда, как не сейчас, ну, окей. Такая маленькая ложка дегтя, да, такая маленькая-маленькая, прям, чайненькая ложечка в огромную бочку меда. Тоже, да, Гоша начал игру. Мы ждали. Ну, да, вот с Гошей согласен. Вот этот мяч тоже, первая партия, 7-4. Идеальная передача, ну, как мне кажется, не знаю, я, конечно, не нападающий, но мне кажется, нормальная идеальная передача тоже. Блок чуть-чуть в стороне, и ты не попадаешь в площадку. Ну, такие ситуации. Знаешь, что в этой ситуации мне очень нравится? Что Гоша, вот, один из немногих центральных ногами стал уходить от центральных блокирующих. Это большой плюс ему в будущем очень пригодится. Ну, дай бог, да. Понятно, что он прогрессивный. Немного кто-то говорит. Он еще учится в процессе. Но, когда будешь играть против команды Казань, против одной из лучших команд в стране, такие вещи, такие вещи надо использовать 100%, показывать свою игру. Свои моменты, которые твои кровные, надо забивать обязательно. Вот, эти моменты, которые, как мне кажется, мы можем улучшить. Что хочется отметить хорошего? Да, процент позитива общекомандный у нас показали 72%. Мастерство всех принимающих плюс четко выполнена установка. Парни, спасибо вам большое. Они по приему, я пересматривал, сделали то, что вы просили, и это им помогло. Парни тебя радуют, что выполняют эту установку. Да, мне... Ну, как раз я не закончил мысль про прием. Они все сделали правильно. Но про защиту. Я был парнем и все-таки был более внимателен. Ты был игроком. Тебе дают тренеру установку, где стоит защита, да? Ты же можешь от него иногда отходить. Да, даже Борис Николаевич говорит, что в любом случае последнее слово остается за игроком. Правильно. Просто ситуация может меняться. Правильно. Вопрос из 10 моментов, из 10 нападений. Сколько раз ты будешь читать игру, сколько раз останешься там, где надо... Ну, понятно, что, ну, процентов в 8 надо 100% постоять. Браво, браво. А не в 7, наоборот, и читаю, 3 только стою на месте. Так быть не должно, да? Знаю тренеров, которые гвоздями приколачивают кроссовок к площадке. Не сдвигайся ни на сантиметр, я тебя похороню, блин. Да. В нас в Белгороде такого нет. Безусловно, игрок должен, знаете, прочитать, понять, там, скидка, не скидка, не знаю, там, подумать, выйти из-за блоков. Ситуация бывает разная. Но из 10 моментов, как ты сам сказал, я с тобой солидарен, 7-8 раз ты должен стоять там, где мы просим и 3-4 максимум раза прочитать. Да, потому что, зачем мы даем и делаем установку. Не наоборот. Нападение Рохина. Он нападал 4 раза в этой игре, да? Так вот, мы просили от Рохина 6-ю зону стоять по центру площадки при нападении первым темпом. Он напал 4 раза и наша 6-я зона всегда оставалась наполовинку немножко правее от этого места. Первый мяч, окей, не прилетел, а вот второй мяч прилетел четко туда, где должен был стоять игрок 6-й зоны. Казалось бы, мелочь. Казалось бы, в игре с Аматлором он ухватил с лихвой, а когда с Казани у таких моментов будет 3-4 за партию, максимум. Ты должен каждую из них поднять и забить, потому что по-другому у них не выиграть. У топ-команды по-другому не выиграть. Она использует каждую ситуацию. Это может как-то повлиять на результат. Поэтому по приему парней молодцы. Про защиту мы можем, я считаю, ездить дорабатывать. Ездить дорабатывать, да. Переходим к MVP. Ход матча и течение по партиям не будем рассказывать, потому что все как-то было... Да, все было ровно, без таких срывов, без таких супер каких-то интересных моментов. Единственное плохим таким моментом стала травма нашего игрока Вани Подребинкина, который получил травму икроножной мышцы. Сейчас мы изучаем, что именно какая проблема у него там и будем оказывать должное лечение. И на ровном месте практически, да, получилась она? Да, потому что он очень пригодился своей подаче. Как минимум, может быть, двойная замена его пригодилась бы с его участием в финале Кубка России. Шел-то неплохо в целом. То есть по статистике, блин, это же обидно, что так получил, что не смог завершить матч, вышел Муха, да, и он получил за оставшиеся там полторы партии всего четыре паса. То есть Роман Порошин показал план, как можно играть и без Мухаммеда, в принципе, как бы, да? Запасной наш план. Что, поэтому, Ваня, мы пожелаем скорейшего выздоровления. Мы его ждем в строю и терпение. И определяем ММП. Да, что, у меня две кандидатуры. По таким цифрам не знаю ПМК ОБР, да? Нет, у меня две. Куда ни плюнь, везде хорошие игроки будут. Да, один Паша, первый мой выбор, и второй все-таки Роман Порошин, который очень все грамотно раскидал. Вторую игру подряд Роман Порошин хладнокровно ведет тактику, четко делает то, что мы просим, и это приносит плоды. Результат атака с позитивного приема это показатель класса команды. 65% это класс команды, класс связующего игрока. И опять же, они уходят без позитива что они на подачу, что они на блоке зарабатывают очки, что там, что там. Я выбираю одного вот с таким сантиметровым перевесом Пашу Тетюхина, да? Да, а у меня все-таки останется два МВП. Это Роман Порошин и Павел Тетюхин. Потому что Павел Тетюхин показал выдающуюся игру, объективно говоря, пожалуй, лучшую в сезоне точно. Да, ну а в целом все парни молодцы. Желаем качественной и хорошей игры с Казани. Часто бывает в разных командах. О, там этой команде еще рано. Помнишь, там Питер, например, в первый год свой сознание дошел до финала? А, мы уже молодцы, мы не ставили себе такую цель, мы там хотели там третье место за второе, нам еще рано выигрывать. Понимаешь, такая мысль? Или новость в том году, финальный шести. А, нам еще рано выходить в полуфинал, мы уже попали в финал шести. Я считаю, что это полный бред. У всех карьера разная. Извините, не дай бог всем здоровья, кто-то завтра что-нибудь сломает. Не дай бог, у всех карьера разная. Вот он шанс, вот он твой шанс. Возьми его сейчас в твоих руках. Вот он мяч в твоей руке, ребята. У вас все есть, мы все умеем. Каждый из наших игроков индивидуально умеет. Есть набор данных. Безусловно, Казань сильнее, безусловно. Но у нас есть шанс, надо просто поверить в себя. И я считаю, что вы сможете поверить в себя. Что? Передаем привет нашим болельщикам. Ждем их в Русичи. С бешеной поддержкой в нашу сторону. Мы будем стараться радовать классной и хорошей игрой. С вами был Иван Дмитрий. В пух и прах. Топи за Белогория. We are the town.